Приветствую вас аноним. Особенность вашего вопроса заключается в том, почему вы хотите узнать, есть ли у него кто-то еще. Особенность вашего вопроса заключается в том, что очевидно вы своему мужчине не доверяете, очевидно вы сомневаетесь в том, что вы для него единственного. И очень важно понять, откуда взялись данные сомнения. На основании чего появились данные сомнения, как они вообще у вас возникли. Потому что ситуация такова, по факту, ситуация такова, что вы, значит, пытаетесь попасть в личные границы человека такие, куда он, ну, совершенно очевидно, пускать вас, в том числе и в силу своего негативного опыта, от отношений не готов. И в данном случае мне представляется так, что это вполне себе нормально. Нормально. Если все действительно обстоит так, как вы говорите, да, то есть, что вы встречаетесь недавно, что он семью за вас не планирует, что у него есть негативный опыт отношений, вот, и так далее, то вам имеет смысл, ну, на самом деле, просто принять то, как сейчас обстоят дела, вот, вам имеет смысл принять то, как сейчас мужчина себя, значит, с вами ведет, вот, и, соответственно, просто наслаждаться тем, что есть, если вы, вот, действительно, как бы, ну, воспринимаете ваши отношения так, как, ну, так, как говорите. Ну, вот, то есть, я не то, что, не то, чтобы я как-то сомневаюсь в вас, да, не то, чтобы я считаю, что вы обманываетесь, вот, нас, ну, все-таки некоторые такие, вот, противоречия, да, на мой взгляд, место быть имеют, хотя бы, потому что, если, ну, если все действительно так, как вы говорите, то мне представляется, мне представляется, что вы, ну, не стали бы пытаться выяснить у человека, есть ли у него другая женщина или нет, там, если это как минимум свидетельствует о том, что вы, ну, что вы в себе не уверены. С другой стороны, с другой стороны, вы можете, в общем-то, физически просто с ним сближаться, вот, и сближаясь с ним, вы рано или поздно увидите, есть ли у него другая женщина или нет. Это всегда, не всегда, на самом деле, заметно, это всегда заметно, потому что, потому что, если другая женщина есть, то мужчина, он, ну, как бы, ведет себя соответствующий, да, то есть, у него нет или есть, но недостаточно много свободного времени, да, ну, вот, он может, там, пропадать куда-то, вот, и так далее. То есть, это вы можете узнать и косвенным путем, просто занимая все больше и больше места в его жизни, вот, и в таком случае, даже если у него есть кто-то, то он вполне может быть откажется от этого человека, просто потому что, ну, как бы, да. А зачем этот человек, если, ну, если, грубо говоря, есть, вот. Другой вопрос все же заключается в том, что вы хотите какое-то определенное театрное ощущение. И вот это, наверное, самое, что здесь, такое вот, знаете, самое деструктивное здесь, потому что дело все в том, что определенных в отношениях, в принципе, быть не может, вот. А вы ее хотите. И получается так, что вы себя, вот, с безопасностью до конца не ощущаете, получается. И получается, что свою потребность в безопасности вы переносите на молодого человека. своего, да, вот, ну, на, ну, на мужчину, вот. И, соответственно, возникает проблема. Вот. Понимаете? Вот так. Вот так. А, значит, смотрите. Вы пишите. Начали общаться с мужчиной почти три месяца. Да? Что вас сначала объединяет? То есть, что у вас общего с мужчиной? У нас секс примерно раз в две-три недели на моей территории. А по-моему, время занятой человек живет один слишком долго, более 12 лет. Смотрите. То есть, получается, что вы согласились на ничего не обязывающий секс с мужчиной на вашей территории, да? Вот. И сейчас вам этого мало. Допустим. Сейчас вам становится мало. Сейчас вы хотите, по-видимому, отношения перевести на новый уровень. Вот. Ну так, и исходя из этого, уже можно корректировать ваше поведение, если такова ваша цель. Дальше. Мне бы хотелось заставить. Так. Валтидо не намерен заботиться о себе, пока не намерен задоводиться ему 49 лет. Слушайте. Ну, если мужчине 49 лет, и у него были проблемы в отношениях, то не факт, что и вы, ну, и вы того же самого, да, не избежите. Это не факт, что вы не избежите проблем в отношениях. Поэтому было бы здорово, если бы вы вот на эту тему, возможно, так либо подумали, либо понаблюдали бы. Потому что, если у человека есть проблемы в отношениях, то это может повториться и с вами тоже. И мне думается, что, ну, вам бы не хотелось, не хотелось бы страдать. А то, что повториться, это совершенно очевидно, да, и совершенно точно. Вот. Совсем точно именно по той причине, да, что человек, он, в общем-то, ну, вряд ли он поменялся за то время, да, у которого был один. Вот. Напротив. Вот. Так что здесь нужно быть остороннее, даже если у него есть отношения, да, даже если у него есть отношения с кем-то ещё. Вот. Это не значит, что у него нет к вам шути, или это не значит, что он не хочет эти отношения строить с вами и так далее, да. Вот. Вот. То есть, тут, вот, значит, такой момент. Вот опять же, а вы чего хотите, да? То есть, вы, получается, хотите семью, вы хотите из семьи, получается, или что? Вот. Это почему вы, условно говоря, вот, этот момент затронули с его желанием семью построить. Вот. Дальше. Так. У меня в связи в мессенджерах почти все время. Мне бы хотелось осторожно, хитро, умно или мудро узнать желательно через приписку, если у него ещё похожее отношения, кроме меня. Зачем? Зачем? Знаете, мужчина, этот вопрос, если, вот, ну, как мой коллега Кудрящёв, эээ, не Кудрящёв, а Игорь Летучий, как мой коллега Игорь Летучий сказал, что любой вопрос в этом контексте будет, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ может от вас отродить, он подсчётывает, что вы хотите его контролировать. Вот. То есть определите информацию, для чего вам это узнавать. Ведь очевидно, что это вмешательство в личную жизнь человека. Если вы говорите, что отношения ничему не обязаны, и так далее, и так далее, то, вероятно, вы транслируете в том числе это своему мужчине. Вот. И если вы транслируете, то да, он может это быть, а может и нет, вопросом какого-то отношения не для нас. Вот. И какие отношения вы выстраивали изначально. Если мужчина себя, например, так позиционировал сразу, что он вам ничего не должен, к примеру, да, и вы ему ничего не должны, и это просто секс, то у него может быть кто-либо, и вам это нужно принять как реальное отношение. Если вы не хотите этого принимать, да, то это уже, это уже, совсем другой, другой момент. Вот. Если вы не хотите принимать, то здесь, опять же, лучше искренне об этом заявить, да. Вот. предварительно, поисследовав, что именно, что именно, опять же, вы хотите для себя. Дальше. Как будет спросить прямо, то есть, если у тебя кто-либо еще, а зачем, он просто для чего-то интересующего, он может обидеться или подозрением, или есть какие-то приемы психологические, осторожные, чтобы не обижать человека, выяснить вопрос. Я вам дал, в принципе, направление, которое вы можете использовать. Мы предъявляем же недавно, еще никаких планов на будущее нет, указывать свои опасные жители, он стал недорог. Вот в чем он стал недорог? Как это проявляется? Я бы хотел понимать, как будет дальше. А вы не можете понять, как будет дальше, просто этого не знает, никто, ни он, ни вы. Проблема в том, что у вас есть элемент неопределенности. И вы хотите, чтобы она, в смысле, неопределенность, чтобы она ушла. И вы, как сказать, окончание, вот именно окончание неопределенности связываете напрямую с вопросом о том, есть ли у мужчины кто-то или нет. То есть, если у него никого нет, то вы всегда это воспринимаете, как зеленый свет в отношениях. Но, даже если у него никого нет, почему вы считаете, что он не может появиться? То есть, если у него никого нет, на самом деле, то может появиться. То есть, это всё равно неопределенность, это всё равно нестабильность. Ну, в этом смысле вот, в котором вы данный аспект понимаете. Поэтому, возможно, имеет смысл всё-таки в контексте определенности обращать внимание именно на себя. Вот. Не на кого-то, да, а именно на себя. Например, что я хочу в контексте определенности. Вот. Что я могу сделать для своей определенности? Почему я отношусь, допустим, к неопределенности негативно? То есть, я считаю, что отношение это то, что должно быть именно определённым. Вот. Но на основании чего я сделал такой вывод, понимаете? Вот. Вот это то, что, ну, то, что вам желательно бы для себя прояснить. Дальше идём. Эм, так, давить и манипулировать не хочу, да и он не потерпит. Тем более, да, это год свободы, любивый человек. Вы можете сказать, если мужчина планировал в будущее, он бы сразу стал сблищаться и жить вместе. Нет, это абсолютно не так. У него есть болезненные образы отношений. Когда его прятали, он выходил из этого мучительного, и теперь у него смысл защитил. Если есть травма, травмой нужно работать через психологическое консультирование, через психотерапию. Вот. То есть, как бы, человек либо решает свои проблемы, либо нет. Не хочется потерять его или спугнуть. А чем лично давать для вас страх его потерять? Можно ли потерять человека, с которым у вас есть искренние отношения? Далёте знать, если он хочет так освет. Зачем? Все мы имеем право выбирать, пока не связаны узами. А вот это к чему очень, очень это похоже на, знаете, попытку, ну, попытку себя успокоить. Может быть, это что-то такое. Все мы имеем право выбирать, пока не связаны узами. А после того, как связаны узами, уже не имеем право выбирать. Ага, вы не отпускаете такой действий, что человек, Человек каждый день выбирает, каждую минуту выбирает быть кем-то. Нет? Или вы считаете? Или вы считаете, что узы связывают брак, связывают или снять выбор? В такой позиции, что свободолюбивый мужчина может уничтать вашим мужем, даже если у него есть к вам чувства. Не стало ли что-то из этих ваших представлений чем-то вроде основания, почему у вас не до этого и нет мужчины? На этом всё. Я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok